Уважаемые депутаты, я хотел бы сказать несколько слов по поводу тех предложений, которые здесь прозвучали. Мне представляется, что вполне возможно, в очень близкой перспективе нам придется вернуться к этому вопросу. И возможно выступить с новым заявлением, которое будет носить уже гораздо более определенный характер. Сейчас, как предлагал и призывал генсек ООН, Пан Гимун, надо дать шанс дипломатии. Вы знаете, что американский конгресс отложил свое голосование. Вы знаете, что американская администрация с массой оговорок, но тем не менее, готова рассмотреть российское предложение о том, что химический потенциал Сирии будет передан международный контроль. Если эти дипломатические усилия дадут результаты, то возможно это и будет, по крайней мере, выходом из той ситуации, в которой сейчас оказалась Сирия и весь мир, то есть ситуации предвоенной. Нам удастся отменить внешнее вмешательство в Сирию. Но в случае, если все-таки в Соединенных Штатах возобладает партия войны, а усилия врагов Сирии, таких государств довольно много, как мы с вами знаем, принесут результаты, то я считаю абсолютно оправданным предложение коллеги Леонида Калашникова о том, чтобы рассмотреть более серьезные меры со стороны Российской Федерации, включая расширение поставок оборонительного оружия Ирану и рассмотрение возможности изменения порядка нашего взаимодействия с Соединенными Штатами по Афганистану, в частности, условий транзита. Это серьезные предложения, они уже выходят на уровень практической политики. В случае, если Соединенные Штаты пойдут по пути обострения ситуации и отказа от дипломатии в пользу военного сценария, мне такие меры представляются абсолютно оправданными. Хотел бы согласиться с Владимиром Жириновским в том смысле, что главной задачей США и других противников Сирии остается свержение Асада и смена режима. Именно поэтому говорить о том, что сейчас нам удастся в целом найти общее решение ситуации, не приходится. Сейчас, повторяю, речь идет о том, что сорвать военные планы США и их ближайших союзников. Полагаю, что тема дальнейшего развития сирийского кризиса будет в центре нашего внимания и дальше, и, повторяю, возможно, нам к ней придется вернуться и на пленарном заседании. В силу этого предложение коллеги Романовича о создании рабочей группы по ситуации в Сирии представляется совершенно оправданным. И думаю, что Комитет по международным делам на сегодняшнем заседании рассмотрит этот вопрос. Спасибо.